Ну что, Алексей Саватеев в Думе. Куда катится наша школа? Школа куда катится, ребят? Вот у нас сейчас проблемы, понимаете, хуйня, всё. Главное, куда школа катится? С детьми-то, с нашими, что будет-то? Давайте узнаем. Алексею Владимировичу Саватееву, доктора физико-математических наук, профессору МФТИ, ведущему научному сотруднику ЦИМИРАН. Презентация у нас. Это наш совместный доклад с... Опа! Неплохо. Совместный доклад с Мишей Богдановым. Вот, поэтому прошу вместо 5-10 минут, потому что его нету с нами. Вот, ну или я, например, 7 минут, и он 3. Михаил был, он здесь. Вот, вот он, вот он, он с нами. Значит, сразу хочу сказать, просто 2 секунды, никто не борется с цифровизацией как таковой. Мы против того, чтобы живой урок был заменён экраном. Точка! Понимаете? И не надо придумывать про нас там ерунду всякую, что мы тут какие-то... У меня самого 100 уроков математики в интернете лежит, там откуда привет, канал. Конечно, мы не ретрограды какие-то там, хотя и консерваторы. Значит, будьте добры, нашу презентацию можно включить. Как математик я сейчас буду... Мы с Мишей приготовили совершенно точно эту самую, точный набор вот... Не, ну а как же, да, без живого слова и урока, как учитель сможет приставать к малолеткам ещё, а? 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 Ладно, шутка. Фактов, срезов сегодняшней школы. Их нужно показать. Где она? Просто, чтобы не было... Это как раз вопрос о цифровизации. Да, вот она... Ну сейчас будем надеяться, что... Да, всё, поехали. Будьте добры, следующий слайд. Будьте добры, следующий слайд. Ага, вот, вот этот. Значит, Кравцов признался, после того, как мы это объявили на наших ресурсах, 76% учителей зарплаты за ставку ниже мрот. После этого люди, которые находятся у власти... Грустно. ...должны убить себя об стену, вы понимаете? Да, охуеть. Не, мне просто на самом деле здесь интересно, а что он хочет? Вот у вас есть 76% учителей, которые, скорее всего, живут не в Москве и Питере. Да? Ну, наверное. В Питере и Москве, ну, наверное, не знаю. Есть, может быть, низкие зарплаты? Наверное, есть. Может быть, есть учителя, которые не по полной ставке работают? Наверное, тоже есть учителя, которые не по полной ставке работают. Ну и там набегает куча учителей, которые за пределами Москвы и Питера, в каких-нибудь там деревнях особенно, в каких-нибудь посёлках, в каких-нибудь местах, где... ...вообще, в принципе, жизни практически нет. А тут вам, вы говорите, у учителей зарплата ниже мрот. Ну, да, ниже мрот Действительно нет Ну вот ниже, это грустно Это грустно, хотелось бы повыше, да Ну, вот так вот Тем более сейчас определенные действия Ну да, это еще и без учета премии, скорее всего Но все равно мало, что я, все равно мало Конечно, мало, я поддерживаю, что мало И хотелось бы больше Ну, блядь, ну вы представьте себе ебаную деревню В ебаной деревне учитель Учитель получает мало Все там получают мало Без исключения Каждый, блядь, человек Какой-нибудь полезный работник Мегаинженер, блядь, который коров ебет Там, доярка, колхозница Все получают мало В районе плюс-минус мрот там, возможно Ну и, блядь, учителя А что учитель, сколько он должен? В два раза больше мрот получать? В три, в четыре? В этих местах, например Он такой приходит, такой Ля, царь дворца, царь дворца Короче, приходит, блядь И всех побеждает этот учитель Это, конечно, пиздец, да? Учителя, такая особенная профессия Ну тогда надо бороться за повышение всех зарплат Как Навальный, да? Минимум 25 тысяч каждому Я обеспечиваю, да? Вот обязательно Всем 25 тысяч Минимум Мы занимаем предпоследнее место в мире После то ли Эритреи, то ли Никарагуа В этом показателе, я не помню точно То есть в том, какова зарплата учителя Деленная на ВВП, на душу населения Понимаете, что такое мрот, да? Минимальный размер оплаты труда Идем дальше? Ну грустно, надо бы перераспределить, конечно, наверное Да, и учитель, наверное Это лучшая работа, чем там Какой-нибудь продавец Чем там какой-нибудь, я не знаю Охранник где-нибудь в пятерочке Да, наверное, надо побольше платить Ну по Питеру, по Москве, например Это нихуя не проблема Потому что преподаватели, как я понимаю Получают и побольше продавцов и многих О, многим учителям за 100 бальников по ЕГЭ В Москве платят охуенные премии Вроде 100к или около того за каждого Ну, мое почтение этим учителям Че могу сказать, респект им, повезло Но так ведет далеко не всем учителям ШУЕ Я опять же, да, говорю Мы вычитаем Москву и Питер Из всего этого списка, да И остается множество довольно Можно Казань как город вычесть Какой-нибудь Калининград Еще какие-нибудь большие города повычитать Ну и в принципе мы останемся в такой ситуации Когда, да, учителя будут Ну это грустно, да, но, блядь Я даже думаю, что сейчас еще Сейчас еще рано Сейчас еще рано что-то вообще говорить Ввиду того, что у нас определенные действия ведутся Достаточно, да, серьезные Военного характера, конечно, я имею ввиду Да, операции всякие интересные ведутся И на это тоже много денег требуется И я не думаю, что вот в данный момент Кто-то кому-то, что-то где-то будет, в общем-то, обещать Зарплату учителям повышать Надо бы немножко подождать, выждать Потому что, ну, блядь, ну сейчас Сейчас не про то люди думают Не про то, как повысить качество образования Не про то, как, в общем-то Сделать ученикам лучше, да Не-не-не-не-не-не Сейчас другие приоритеты И сейчас такой проект продвигать И тратить на него силы Не надо, чуть-чуть выждать надо На мой взгляд, как минимум, да Чтобы больше Какого-то толка от этого было Чтобы, опа, а вот закончились действия А давайте обеспечим Хорошие, прекрасные, замечательные школы Как минимум, да, попробуем Нагрузка, что естественно при пункте 1 Средняя нагрузка 1,7 ставки Это много, согласен Это очень много Что такое 1,7 ставки? 30 уроков в неделю Кто тут учитель есть? Вы понимаете, что такое 30 уроков в неделю? Как к ним готовиться? Никак Никак У вас 36 Ну, как к ним готовиться, да? Как? Что предполагает Министерство просвещения? Где человек, который отсюда смотался от нас? Где он? Что он на это ответит? Идем дальше Я прошу прощения Указываю на Александра Казакова Как будто там сидит все еще этот тип Этот тип прям в неуважении Вот Значит, дальше сами все знаете Что происходит с документами Бог знает откуда Приходящие там запросы Совершенно нелепые Там Я на этом не останавливаюсь Потому что Кравцов объявил Что это действительно проблема Будем надеяться Что они эту проблему решат Сильная зависимость Да вообще всю документацию Порезать нахуй надо Нужна максимальная цифрификация Для обработки всей информации Да? Все, блядь, в цифре И все автоматически делается И все, блядь, автоматически копируется И все документы поступают Исключительно в электронном виде И все делается просто Копируется, копируется, копируется Вот такой урок сегодня Вот я его такой провожу Его проводят все, блядь, учителя Например, по физкультуре Вот, вот этот, блядь, урок Учимся, блядь, мяч хуярить Вот, опа Опа, можно я не буду прописывать, пожалуйста? Да, можно, вот эту хуйню не буду писать Просто бам-бам-бам Все, все понятно Все очевидно Вы все равно нихуя не проверяете Идите отсюда вон В зависимости от каких-то непонятных Вот этих всех ЕГЭ, ВПР и прочего Мы на этом не очень останавливаемся Это не главное Я хочу подметить, что есть Ну, там, довольно часто Мне пишут Типа, ЕГЭ, вот проклятый ЕГЭ Развалил школу ЕГЭ, это одна десятая проблем школы Одна десятая ЕГЭ вообще не проблема школы Надо это понимать Мы можем там обсуждать Что через, в хорошем будущем У нас ЕГЭ, может быть, отомрет само Но это одна десятая Ну, ЕГЭ отомрет тогда, когда Надеюсь, да Надеюсь, что ЕГЭ отомрет тогда, когда Предложат более хорошую систему Проверки знаний Которая позволяла бы реально Ребятам, детям Вот путешествовать по миру Как они сейчас делают Когда какой-нибудь Ваня из Владивостока Или там, я не знаю Вообще из любой части России Может поступить в московский вуз На достаточно простых условиях Сейчас в электронном формате Подать документы И без каких-либо особых экзаменов Оказаться в этом прекрасном университете Вот когда придумаете Такую же систему Которая будет относительно бесстрастна И относительно вот так вот Легка, да, в использовании Ну, объективно, не объективно В кавычках, да Сейчас же люди все объективным называют Все, что не зависит от мнения Одного единственного человека Считается объективным Тогда ЕГЭ объективный показатель Ну, в таком случае, конечно Если насрать кому-нибудь там народ Вот, я не знаю И посмотреть на его реакцию Тоже будет вполне объективно Ну, плевать Что она пишет? Надо же, чтобы Вася хотел Не в московский автоксовский Автоксовских вызов нет Важно заметить Ну так вот Относительно Васи Это хорошая система Причем за Васю теперь не решает Тетя Маруся Какая-нибудь там учительница Да, она ничего ему даже говорить не может Вася сдал Вася отправил документы Вася поехал в Питер Со средними достаточно баллами, кстати Можно попасть в питерский вуз Ну, как средними С Набычными баллами Хочешь в Питер? Ебашь в Питер Без проблем Путь тебе открыт Общага тебе приготовлена Приезжай Будь готова Если раньше Ну, больше как-то Акцент делался На какие-то личные связи На мнение Самих ебаных Блядь Ебучих Сука Блядь Мудаков Преподавателей Учителей Как это в Советском Союзе было Хуем вот так вот Потереть Всем этим Ублюдкам Там, не знаю Детям всех этих Ублюдков Там, родителям Всех этих Ублюдков И наказать их Блядь Потому что Ну, когда Какой-то рандомный человек По своему настроению Умозрению И мнению Решает Кто, куда, где Должен, блядь Пройти Да пошел ты нахуй Как бы Тест Лучше Тест Лучше Даже плохой, блядь Тест Лучше любого Обоссанного Сука, блядь Преподавателя Который по своему мнению Решает Куда, кому И где поступить Все Вопрос закрыт Да Тест Оцениваемый Ну, максимально Стандартизировано Максимально Как бы точно С минимумом Всяких там Заданий по типу Цех Ну, желательно Да Ну, вот как бы То есть будут Ну, чтобы они Не имели полный балл В себе Не содержали Даже вот эти вот Ебаные, блядь Как это называется Сочинения по литературе Которые надо писать Так, как будто бы Ты умолешенный Дегенерат, блядь Без капли интеллекта Который пишет Одну стандартную хуету Даже так, блядь Даже так Это лучше, чем Ебаный преподаватель Вот, 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 вот Вот оно вот так вот работает И ЕГЭ надо менять На что-то новое Что-то вот такое Что сохранит преимущество ЕГЭ Но уберет так называемые Недостатки Вот, вот тогда поговорим Вот, предложите такую систему Алексей Саватеев Мы и поговорим А пока вы хотите Преподавательский произвол Продвигать Нет, мы вам этого Не хотим позволять Ни в коем случае Возвращаться к советской системе Невозможно Просто Импосибл Вот, и Учебники Ну, две тысячи, да В федеральном перечне Там ничего не проверено Там ошибка на ошибке Там бог знает, что творится Просто бог знает, что Следующий слайд, пожалуйста Продолжаем Значит, положение директора Кратко Сами все знаете Кто директор Это рабская зависимость От учредителя В любой момент Вас увольняет Просто рощерком пера Например Директор одной Прекрасной Московской школы Вывел на неделю раньше С дистанта детей Он полетел тут же Немедленно Прислали очень послушную женщину Очень послушную женщину Не, я просто читал Петицию Саватеева В прямом эфире Я напоминаю Она отвратительная Ну, она просто Похожа на сказку Которую сейчас Нельзя ни в каком виде Реализовать Это просто Сказочная петиция Человека Который вообще-то Доктор математических наук Там буквально Циферки посчитать надо Просто посчитать циферки Он не справился С простыми цифрами Там на уровне Пятиклассника Который просто взял Сопоставил Такой подумал Что-то 75 тысяч рублей Зарплата преподавателю В любой ебаной деревне Это как-то многовато Наверное Да Ну, никто серьезным ебалом Не будет это подписывать Наверное Короче Короче Мы читали его Текст Петицию Кринжовый текст К сожалению Его надо просто Досконально править Потому что Это на данный момент Сказка То, что там написано Реализовать Невозможно Вот прям взять Да, как петицию Приветствую, Лев Лещенко Очень рад вас видеть Которая слушает Только департамент Москвы Простите За Значит Фактическое положение вещей Мне придется его озвучить Вот Приветствую, Ирин Не знаю, почему не законопроект Потому что Законопроект Это слишком смешно Наверное было бы Ну, просто Слишком кринжово Просто Серьезно Парадоксально Парадоксально Человек сам все может посчитать Человек Ну, очевидно Умный Вот у него какая-то Видите Вот эта вот Борьба Что ли В нем заиграла Хочет бороться За образование Но Бороться-то надо По-умному Я считаю Просто Если вы будете бороться По-глупому А давайте Всем учителям Платить по 100 тысяч рублей А давайте Отменим ЕГЭ А давайте Там еще вот это А давайте Меньше цифровое Это Нам нужны Живые уроки Живые уроки Ну, хуя нам Живые уроки Ну, пусть будут Просто Они не были Некоторое время живыми По некоторой причине Да Вот, соответственно Вирус был Нахуй вам живые уроки Можно Можно без живых Я считаю Может с живыми Как хотите Как удобнее На самом деле Ну и Ответственность за все подряд За результаты выборов У нас ответственность У нас за протестные акции Ответственность Полное отсутствие Самостоятельности И зависимости От тех Кого вы Так сказать Следующий слайд Шоя пишет Главный плюс ЕГЭ Это отсутствие Лишнего Бесполезного Дроча А минусов Нет Ну, там сразу Субъективные Минусы полетят Типа Ну, ты не получаешь Целостного Образования Можно взять И задрочиться На ответы На ЕГЭ Вот учитель Он на тебя Посмотрит И поймет Что ты Блядь Даун А вот с ЕГЭ Вот ты можешь Блядь Будучи дауном Его сдать Типа Понимаешь Вот такие Аргументы Вот такие Аргументы Против ЕГЭ Пиздец Не, слушайте Действительно ЕГЭ не идеален Совершенствовать Совершенствовать И совершенствовать По крайней мере В том виде В каком я сдавал На начальных этапах Это был кринж Сейчас местами Тоже кринж Мы смотрели То что было По обществознанию В ЕГЭ Серьезно Нужны специалисты Которые составят Нормальные учебники По которым Готовятся к ЕГЭ И нормальные ЕГЭ Да Особенно по обществознанию Особенно по разделу С философией Пожалуйста Найдите Блядь Хотя бы Человека Который философский Факультет закончил Хотя бы Вот Был там Да Хотя бы Проходил мимо Философского факультета И зарядился Энергией Платона Потому что Иначе Ну просто Там все очень плохо Честно говоря Не ну шуе Ну понятно Задрочиться Можно на определенный процент И на самом деле Вы пишите 90 плюс Не сдашь точно Но 80 плюс По всем ЕГЭ Это вполне По моему Года 3 назад Был Потому что я фиксировал 3 года назад Было дело Да Это вполне Проходной бал Для питерского вуза Не СПБГУ Конечно Но вот 80-80-80 Это Там я не знаю Нормально Так в Пушкино Можно было Залететь Например Если я не ошибаюсь Там в принципе Не очень большие баллы Могли быть Ну с учеником Тоже все понятно 5-6 класс Хороший ученик Сдает ЕГЭ На 60-70 баллов Это математика Значит Тройку поставят И так Склонность к обману Все вот это Полностью подделывается На всю страну Все эти кимы Все знают Я не буду на этом Даже останавливаться Следующий слайд Родитель не понимает Что происходит Ну и кроме того Вот этот тотальный страх Перед очередным дистантом Один ребенок заболел Уже дистант Это что Так Следующий слайд Да Десятиминутная Очень быстрая лекция Что уже дистант Что куда Куда Родители Нахуй недоумевают Блядь Да я недоумеваю От того Когда все это слушаю Можно последовательнее Значит Плайна руководителей Мы знаем и видим Это цифровизация До 30-го года Совершенно четкая программа По-моему дистант Должен работать В качестве основного В принципе Мне так видится На самом деле Дистант Это удобно Дистант Это быстро Дистант Это не выходя Из дома Большинство предметов Например Литературу Русский Наверное Нет Литературу Какую-нибудь Историю Небазовые 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 Можно преподавать Инстантом И только инстантом Ребенок приходит Там я не знаю Допустим На несколько занятий Когда-нибудь По каким-нибудь Очень важным Предметам Типа физкультуры Потому что Там с дистантом Реально сложнее Вот Ну и так далее Так далее Так далее Вот приходят На какие-нибудь предметы На труды Например Тоже приходят Потому что Тоже с дистантом Здесь не обойдешься На ОБЖ Можно прийти Потому что Тоже с дистантом Здесь не обойдешься Русский Тоже наверное Ну и математику Тоже неплохо А дистант Да Точка роста Надо выращивать Дистант Потенциально Очень хорош Более того Человек Который занимается Самообразованием Это почти все мы Да Когда заканчиваем Университеты И школы Когда все Уже закончилось Обучение Мы собственно Занимаемся дистантом Мы смотрим лекции Ну и читаем книги В каком-то Да Тоже дистант своеобразный Вот какой-нибудь Ниши Писал в своем 19 веке Какие-то интересные вещи Это супер дистант Это межвременной дистант Вообще-то Такое получается А какой-нибудь Василий Петрович Прочитал лекцию Про этого Ниши Тоже дистант Я ее посмотрел И мне там понравилось Я что-то для себя Выписал и узнал Вот мы смотрим Шадов Это тоже форма дистанта На самом деле Большая часть Самообразования Нормального здорового человека Это та или иная форма Дистанционного обучения Книги Это тоже форма В таком случае Дистанционного обучения Принцип тот же На расстоянии Неживым Человеком Да То есть Каким-то средством Все это преподается Преподносится И мы это воспринимаем И это нормально Более того В любом мире В любом В любой стране Самая главная форма образования Это самообразование Вы без самообразования Нихуя не можете Все Ну значит В принципе Да Неплохо Это дистант Он может быть основным С другой стороны Я не противник Недистанционного обучения Просто дистанционное удобнее Если ты заинтересован С шестого С шестого Седьмого Тем более Восьмого Можно переводить Ну Множество Дисциплин На дистант Вот Ну понятное дело Ирина Ну тут дело Опять же в том Что вот эти Сомнительные люди Предлагают курсы И бывают люди Их прям Заучивают Наизусть И используют Предлагаемые Материалы Предлагаемых курсов Очень даже Хорошо и качественно Но потом Проебываются Правда Но все равно Происходит Самообразование Самообучение И что-то вот такое Это тоже очевидно Ирина Тоже очевидно И это работает Как обучение Образование Само Да Ну вот Замена Учителя экрана Пусть он не парит Этот мужик нам Пурги Это у них написано Во всех их документах Абсолютно четким языком Следующий слайд Следующий слайд Пожалуйста Значит Ну то что Цифровая замена урока Невозможна Знает любой учитель Может помочь Чем-то Это понятно Но без живого учителя Никто Вообще Ученики Не могут это воспринимать Значит Давайте Следующий Я хочу сказать Да Школа Это сейчас Как бы Место хранения детей Согласен Александр Дистант Может быть И должен быть И должен быть Хорошим Если и должен быть Хорошо и нормально Организован Я так тоже думаю И в идеале Причем это не очень Несложный идеал Да Ну просто набрать Хорошие Самые лучшие лекции Самых лучших специалистов По тех или иных областей В областях Да Преподнесенные Определенным образом И так далее И так далее И так далее Да То есть На мой взгляд Лучше Чтобы ваш дистант Вел Лучший Преподаватель По данной теме И вы смотрели Его лекцию Его материалы На там Не знаю Миллион человек Чем Вам бы Всю эту хуйню Преподавал Какой-нибудь Вася Хуетров Который Вам будет Рассказывать Про заряженную воду Еще про какую-нибудь Хуйню Вместо этого Самого В общем-то Предмета То есть В школе При живом обучении Все что угодно Может быть И с чем угодно Мы тоже не сталкивались Маргинал Вот реально Рассказывает История Как ему Про живую воду Рассказывали Заряженную У нас тоже Хуйни всякой Периодически Она там встречалась Но не так часто Конечно Но периодически Встречалась То есть Честно говоря У живого обучения Есть даже Большие проблемы Живое обучение Его проконтролировать Сложнее То есть Вот вам скажут Преподаватель Вася Там Петров Он В общем-то Вместо того Чтобы Преподавать Свой предмет Неожиданно Разделся И хуем По лбу Начал студентов Бить А как вы это проверите Студенты говорят Да начал Он говорит Нет я не начал А так мы смотрим Видеозапись А он на самом деле Не занимался Преподаванием Данного предмета Он хуйню какую-то Нес Проверили Проверили Разъебали Разъебали Выгнали преподавателя Ну не знаю Может наказали У техники Есть огромное количество Преимуществ На мой взгляд И игнорировать Их Плохо Нехорошо Это прежде всего Преимущество В проверке Того Как преподаватель Преподносит Свой материал Вот вам не нравится Как он преподносит Он что-то не то делает Что-то не то вам Рассказывает На своих занятиях Все Проверили Разъебали Там я не знаю Потребовали Обновление Программы Более того На дистанционных Занятиях Могут присутствовать Не только дети Но и родители То есть смотреть А вот преподаватель Он что нормально Себе ведет Или ненормально А что вообще Здесь происходит Сейчас я все узнаю И так далее И так далее Более того Все это можно записывать Конспектировать Там я не знаю Можно Перезапускать Скорее всего Про вузы Я просто молчу Аспирантура Пожалуйста 10 тысяч рублей Создавайте семью Нормально Наука Там значит Тоже есть целый ряд проблем Дело в том Что единственные нормальные Иностранцы Это ученые Но как раз по ним Первым приехало Все Дальше Это бюрократизированность Это значит 16 тысяч рублей в месяц Младший научный сотрудник В Москве В институте Ну приходите Нормально Пиздец кстати В Москве Младший научный сотрудник 16К Поступайте Работайте Опять же Создавайте семью Флаг вам в руки Ну и собственно Вывод Задача Вашингтонского обкома Выполнена Привет Маркус Остальные 50% Мы увидим В 2030 году Если эту машину Цифровизации Не остановим Что делать Ответ У каждого из вас В пачке Папки Извините Блять Где Делать Ответ У каждого из вас В пачке Папки Блять Мне послушать В очке Александра пишет Дистант не любят Те кто не умеет С ним работать Это грустно Но в любом случае Знаете в чем еще Преимущество дистанта Всегда найдется Некоторая группа Преподавателей Которая по своим Предметам Сможет тащить Очень много Людей В формате Лекции Например Вы в формате Дистанта Можете Показывать Детям Лучшие Лекции Лучших Преподавателей Что например Большое преимущество Как минимум Вы сами можете Следить за Преподавателями За детьми А вот какой-нибудь Почтенный дядя Например Читает вам Прекрасную лекцию Лучшую Вообще В России Возможно На данный момент Ну и вот Прекрасно Можно по-разному Всю эту тему Организовывать Можно действительно По-разному С этим работать Это грустно А если вам Не лекционный материал Семинар какой-нибудь Или около Семинара Как-то в университетах Бывает Ну вот Что-то такое С детьми Надо провести Учитесь Работать С детьми В интернете Сорян Вот Бывает Такое Учитесь Активность Проявлять Спрашивать Ждать Ответа Как-то Контактировать Чтобы дети С друг другом Тоже Контактировали В формате Ну так называемого Семинара Интерактивное Обучение Да Там еще Что-нибудь У вас Блять С интернетом И блять С технологиями Столько возможностей Выводите картинки Выводите рисунки Выводите ваш экран Где вы там что-то рисуете Пишите Таблицы В прямом эфире На прямом ходу Там пишите Там Вася Петя Маша Там плюсики Минусики Все что угодно Все что блять Угодно У вас бесконечное Ладно Конечное Но очень большое количество Программ Большое количество Технологий Выводы на экран В том же ебучем Зуме Можно делать В дискорде Можно выводить Свой экран На в общем Всеобщее обозрение Все что угодно Блять А из-за того Что вы можете Это делать Вам доступно Все вообще Все что угодно Вы все можете Вы блять Абсолютны Вы непоколебим Вы хоть музыкальные клипы В прямом эфире Можете с детьми делать Вообще никаких ограничений Нет Великий дистант Серьезно Ну вот Ну вот Извините Которую вам раздали Наш С Мишей И с нашей командой Ну с другой стороны Да Наверное иногда Ребенку все таки Лучше приходить в школу И общаться с другими детьми Я на самом деле Ничего против этого не имею Я небольшой В общем то Я тут Не противник Я тут не противник Но все таки Вариант в гос Тот в гос Да онлайн доски Где можно нескольким людям рисовать Дети такие Круто Давайте вместе рисовать на доске Писать что то там Рассказывать Делиться Узнать как мы все это устроили Строить там эти интеллектуальные Блять Карты Еще какую-нибудь хуйню Столько блять Веселого Интересного И замечательного Можно провернуть В общем то Можно взять и провернуть С помощью Вот таких вот Прекрасных Утилиты Способностей Куда вообще Ну да Александр Вот так можно По другому можно И дистант И дистант Все это можно очень Тонко и не тонко Смешивать по разному Это же охуенно Это же Буквально Супер И дистант Открывает нам В том числе Эти возможности Да нет Можно это не на дистанте Организовать Но смысл правда Ладно Не годится Просто Но в гос Вписан Вписан Он не может быть Отменен Да Он вписан В конституцию Так вот этот Важнейший документ Которому идет отсылка Содержит какие-то Осмоловские бредни Про эти новые Значит Индивидуальные траектории И прочую ахинею Да В гос Должен содержать стандарт Если это в гос Называется Да Так вот мы написали Этот в гос Значит начальное образование Уже написали Будем писать следующее Важно только Чтобы это была Работа востребована Чтобы это было Не просто так Это мы все делаем Просто так У нас нет никаких Спонсоров Никаких этих самых Вот Ну вот собственно говоря Мы требуем Вот этой вот Статистики От министерства просвещения Ее нет Это значит Что они просиживают штаны Они не занимаются Своим делом Мы требуем От них этой статистики И следующий слайд тоже Я прошу Презентацию Всем разослать Хорошо Чтобы она Охуенная блять Презентация Как будто бы Ее сделал блять Пятиклассник Простите Алексей Саватеев Прекрасный человек Да Человек он добрый Хороший Сердце греется Когда видишь Его улыбку Потрясающую Когда он про математику С горящими глазами Рассказывает Вот в общем Прям радуется Радуется душа За то что человек Себя в этом деле Нашел Ну Блять Презентация Пиздец просто Ну серьезно Детский сад Была Вот Ну и собственно говоря В гост надо поднять Естественно Но при всем уважении Презентация плохая Пожалуйста Можно что-нибудь повеселее А можно не презентацию Хотя там и статья была Которая вот В петиции Тоже кринж Просто Тоже рассылать это кому-то Ну вот просто Смех вызывать у людей Скорее Так что Честно говоря Даже не знаю Что лучше Презентацию Или петицию Это очень важный документ Нужно поднять на уровень При котором не может министр Вот так взять и его расписать И все там Все что угодно будет содержаться Вот Я подписал То что написано у меня Я всех призываю подписать Хотя Третий пункт Слишком Такой как бы Он какой-то очень мягкий По-моему Неоднократно уже доказано Что Дистанционное образование Неоднократно доказано Что оно не работает Да Грубо говоря А здесь Кем блять Доказано Статьи там научные Я не знаю Еще что-нибудь Вот Вот блять Что значит Не работает Что это вообще Блять Означает Что То есть Вы не можете Говорить Блять На камеру Дети не могут На камеру Слушать Я не знаю Какие дети Какие возрастные группы Если ребенок Заинтересован Блять Может быть Ему нормально Слушать А как же Блять Существуют всякие Ебаные школы По подготовке к ЕГЭ Типа умскула Хуйскула И так далее Там люди Буквально Блять Семинары Лекции Всю эту хуйню Проходят Онлайн И только По дистанционке Еще бабки Блять Башляют Ну ебаный в рот Ну блять Ну как Доказано Что не работают Деньги Блять За это Берут Блять Миллионы 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 Рублей Блять Не работает Доказано Кем Блять Где доказано Может доказано Что не умеешь Блять Выступать Я не знаю Перед школьниками В дистанте Может быть оно Так доказано Я не знаю Я просто не понимаю Фантастика какая-то Доказано В очень мягкой форме Ну Хоть в мягкой Но все равно Требования Моратория Я сразу Ставлю подпись И всем Не за дистантом Плюс-минус Будущее Хотелось бы Чтобы он именно Развивался Все Если он сейчас Плох Это печально Но если мы Его сейчас Отменим Будем отменять Всеми возможными Методами Ну Блять Пиздец Это будет Только хуже Чем больше Дистанта Тем больше Цифровизации Чем больше Цифровизации Тем меньше Документов Надо будет заполнять Чем меньше Документов Тем учителю Легче Соответственно И тем больше Он может Включиться В развитие Именно Самого Обучающего Процесса Создавать Интерактивные Уроки И делать Все 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 Что угодно Соответственно Чем больше Цифры Тем в данный момент Просто лучше Ему будет Это прекрасно Да Если бы я сейчас Преподом был Мне пришлось Два часа В СПБ Ехать на занятия В лице препода Да Так бы я дома Сидел Преподавал Лекции Спрашивал бы Вопросы И вот Например Да Кстати Тоже довольно удобно Работать можно Где угодно Пожалуйста Я всех Призываю Ее поставить Вот Работа идет Понятно Шуе Да Что резко Если вести Он наверное Далеко не у всех Преподавателей Нормально отработал И какую-то статистику Кидать довольно странно Более того Очевидно Что преподаватели Не учили Работать на дистанте Ну печально Печально Да Курсы переподготовки Для таких прекрасных Людей существуют И надо бы Всем пройти Учиться Работать с компьютером Идет наша группа Родная школа РФ Телеграм-канал у нас По вопросам образования Мы эту машину Должны остановить Если не мы То просто никто больше Это наша война Спасибо Охуенная война Спасибо большое Алексей Владимирович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин